Битлз были популярнее Иисуса, реинкарнация может только расширить дорогу в ад. И не стану скрывать, я и сама не раз испытывала судьбу, не помогло. Я хочу играть в эту игру, но кто-то должен мне объяснить правила. Даже смерть в некоторых случаях покажется облегчением. А загробный мир – это блаженство и вечный пир. Представляете, услышать такое накануне свадьбы. Это было фантастически. Каким-то образом это работает. Всем привет! С вами Нателла Лучше Объяснит. И сегодня мы частично продолжаем тему, начатую в прошлой программе, тему судьбы. А точнее поговорим о том, что, возможно, судьбе предшествует. Это понятие кармы. Подписывайтесь на мой канал, и вам не придется тратить долгие часы на изучение того, что займет у вас полчаса. Прослушав мою программу, вы точно не потратите время зря, ведь я стараюсь делать так, чтобы вам было познавательно и интересно. Поехали! Если рассуждать о карме простыми словами, то это учение берет начало в буддизме и является основой для понимания системы причин и следствий в жизни каждого человека. Карма – это не предопределенность и не божье наказание. Это закон справедливого воздаяния. Если в этой жизни человек сделал что-то плохое, то в будущей жизни, переродившись в другой оболочке, он испытает на себе все то плохое, что приносил другим. Действие закона кармы охватывает как прошлые, так и будущие жизни человека. Все живые существа несут ответственность за свою карму и за свое освобождение из круговорота рождения и смерти. В буддизме существует концепция третьей жизни, которая говорит о том, что практикующий, совершая в текущей первой жизни мирские добрые дела, в будущей второй жизни обретает мимолетные мирские блага, богатство, силу, власть. Но поскольку все они имеют тенденцию к развращению, именно они и ведут его к созданию дурной кармы, которая неизбежно приведет его к воздаянию в следующей, третьей жизни. Так и замыкается круг. Но давайте попробуем проанализировать истоки этого понятия и разобраться, насколько карма работает в реальной жизни. Само понятие кармы в переводе с санскрита звучит как исполнение, действие, включающее закон воздаяния, задеяния в настоящей жизни или в новом рождении. Истоки самого понятия географически коренятся в северной части Индии, где карма представляла собой социальную доктрину, механизм влияния религии на структуру древнеиндийского общества. Так, в поздний ведический период, когда отдельные села объединялись в небольшие княжества и формировался кастовый строй, в общине наблюдалось социальное неравенство. Если член племени совершал какое-либо правонарушение, то ответственность возлагалась на клан или на все племя. Важно отметить, что правовая норма имела религиозную основу, и правонарушение предполагало нарушение не только моральных принципов, но и религиозных. По мере появления новых государств требовалась более индивидуальная форма ответственности, поскольку за преступление одного наказывалось целое государство. Тогда появилось понятие кармы, ставшее регулятором ответственности индивида в новой социальной среде. В раннем брахманизме идея кармы носила исключительно обрядовый характер, как я уже говорила. Успех совершенного ритуала зависел от внутреннего расположения совершителя, что определяло его будущую судьбу, соединиться ли его душа с предками, или же ей будет суждено пройти испытание в следующем воплощении на земле. Стоит отметить, что далеко не все обряды совершались добрыми намерениями. К примеру, магия и колдовство считались самыми действенными средствами в битве с судьбой. В отличие от индийских вед и брахманов, где карма предполагала ответственность исключительно за ритуальные действия, в упанишадок данное понятие приобрело несколько иной смысл. Теперь от любого действия человека, в том числе мирского, зависела его посмертная участь. Это означает, что прежний путь перестал быть гарантом успеха. Закон кармы неразрывно связан с реинкарнацией. Впервые реинкарнация упоминается в едийской поэзии, согласно текстам которой местом пребывания человека после смерти является небо. Однако приступивший закон вселенской справедливости должны были вернуться в земляной дом. Важно отметить, учение о карме оказало существенное влияние на многие философские течения в поздний брахманистский период, до середины первого тысячелетия до Рождества Христова. Но с оговоркой, что не все из них признавали идею причинно-следственных связей. Некоторые, хотя и признавали реинкарнацию, но отрицали существование беспощадного закона возмездия. В их представлении человеческая душа обязана была претерпеть череду перевоплощений на протяжении восьми миллионов мировых периодов и в конечном итоге освободиться, невзирая на прошлые ошибки. Один из Шраманов, это один из основателей буддизма вместе с Сиддхартхой, утверждал, что живое существо пребывает в рамках окружающей среды, из которой он не может выбраться и избежать своей судьбы. Согласно древнеиндийскому тексту, жизнь человека состоит из нескольких путей. Путь предков и путь богов. Первый путь предполагает переселение души умершего на Луну и последующее ее возвращение на Землю через определенный временной отрезок. Вторым путем идут души людей, которые, будучи на Земле, отреклись от мирских наслаждений и достигли истинного знания, то есть достигли миров Брахмана и больше не воплощаются на Земле. Не знающих ни один из этих путей ждет худшая судьба. В новых инкарнациях они станут насекомыми или собаками. Отсюда главная цель жизни человека – освободиться от цикла рождения и смерти. Идеи реинкарнации и кармы стали центральными в большинстве восточных религий и формировались в полемике. В индуизме верным средством по очистке кармы являлась практика карма-йоги, которая предполагала бескорыстное служение человека ближнему с целью достижения гармонии, обретения и сохранения внутренней энергии. В индуизме карма зиждилась на желаниях и могла выдавать мгновенный результат, но могла проявляться и постепенно. В джайнизме карма представлена и как закон возмездия, и как важный элемент бессмертной души, которая помимо физического тела обладает тонкой кармической оболочкой. В результате совершаемых человеком поступков душа, в переводе джива, собирает новые кармы, которые буквально врываются в нее, составляя кармическое тело. С каждой новой кармой бессмертная душа все больше загрязняется, а присущие ей свойства, такие как блаженство и могущество, искажаются. Поэтому джива обречена на многократные воплощения в материальном мире. Впрочем, некоторые джайнские мыслители под кармой понимали ошибку сознания, которую просто необходимо было исправить. В древнезападный мир учение о реинкарнации вошло под видом мистического орфического учения, заручившись поддержкой со стороны влиятельных древнегреческих философов, таких как Пифагор и Платон. Также считается, что на формирование орфической доктрины оказали влияние восточные солнечные культы. Орфисты считали, что земная жизнь – это страдание, а загробный мир – это блаженство и вечный пир. Главнейшим центром солнечного культа был древний город Иуну, именуемый греками городом Солнца. В период древнего египетского царства культ бога Ра становится национальным. В его честь фараоны возводили великолепные храмы, в которых совершался солнечный ритуал. Позже произошло смешение культа Ра с другими древними ритуалами, благодаря чему появился еще один культ Амона, который изображался творцом мира. В орфической же философии таким божеством света являлся Аполлон, который, согласно представлениям древних людей, был способен восстановить растерзанного титанами Диониса, даже воскресить его. Но прежде испытываемый титанами Дионис претерпевает ряд перевоплощений. Можно предположить, что идея кармы и реинкарнации могла войти в греческий мир по причине тесного общения элинов с индийскими философами, гимнософистами, а также благодаря диспутам, в которых принимали участие греческие и буддийские партии. К тому же греческие философы посещали Ближний Восток и Египет, где обучались у восточных жрецов и магов, а странствующие индийские философы не прочь были с ними сразиться в публичных диспутах. Например, Аперони, основателе древней школы скептицизма, сообщается, что он регулярно посещал индийских магов. Теория кармы встречается в тибетской книге «Мертвых». Так говоря об опасностях и трудностях, которые поджидают умершего в первые семь дней, древний памятник провозглашал. «Не соблазнись тусклым серым светом, исходящим из ада. Путь, открывающийся тебе, порожден силой накопленной плохой кармы. Если соблазнишься им, то попадешь в области ада и претерпишь там невыносимые страдания, не зная, когда они закончатся». Велика вероятность того, что идея перевоплощения имела место и в среде древних египтян. Об этом может свидетельствовать ряд фактов. Во-первых, священный жук Скоробей. В их представлении он являлся символом возрождения жизни и вечного движения. Во-вторых, об этом свидетельствует древнегреческий историк V века до н.э. Геродот. Египтяне впервые высказали учение, что душа человека бессмертна, что с разрушением тела она вселяется в другое животное, которое рождается в то же самое время. А святой Ирине Леонский пишет, что идея о переселении душ принадлежит Пифагору, которая заимствовала ее у египтян. Вплоть до VI века церковные и светские власти вели активную борьбу с христианами и с поведующими учения о переселении душ. Тем не менее, идея метемпсихоза распространилась в Италии, Франции и утвердилась в среде катар, позднее потерпевшим поражение в ходе крестовых походов. С XIII века учение о реинкарнации существовало среди каббалистов и розенкрейцеров. С конца XIX века на фоне живого интереса к оккультизму и эзотеризму популярность идей кармы и реинкарнации набирает обороты и в западном обществе, благодаря активной деятельности различных эзотерических сообществ и прежде всего теософского общества. Все больше людей с большим доверием относятся к постулатам оккультной пропаганды, которая способна была утолить жажду в области сверхъестественного. Так, теории кармы и реинкарнации были заимствованы из восточных традиций и по-своему переосмыслены оккультистами, в числе которых были Елена Блавацкая и Никола Рерих. В их представлении карма побуждает человека к нравственному возрастанию и объясняет проблему существования зла в мире. С христианской же точки зрения кармический механизм, когда при каждом новом воплощении происходит утрата памяти прошлых инкарнаций, может лишь изолировать человека от его предыдущих жизней и таким образом лишить ответственности за совершенные им поступки. По этой причине кармическая реинкарнация не может способствовать духовно-нравственному развитию человека, делая его слепой игрушкой вселенского закона и ввергая в уныние. По сути, каждая новая инкарнированная личность не может нести нравственные ответственности за предыдущие, ставшие чужими личности, потому что ничего о них не знает и не имеет никаких, абсолютно никаких с ним связей. Многократные перевоплощения индивидуума на грешной земле могут только усугубить его положение, пополняя кармическую копилку новыми грехами. Идея реинкарнации рассматривает тело как громницу души. Если для древнегреческого философа Платона физическое тело является темницей души, то святой апостол Павел рассматривает физическое тело как важную составляющую человека, неотделимую от него и по смерти. Апостол Павел не представляет человека в ином теле после смерти, ибо тело и есть человек в его целостности. Об идентичности тела умершего с телом, которое воскреснет, упоминается и в пророчестве Иезекииля, а также в евангельских сюжетах. К тому же события воскресения Христа Спасителя свидетельствуют об этом. Сами христиане верят в воскресение из мертвых, ибо всемогущий Бог способен соединить разрушенное тело и воскресить мертвое. Но закон кармы ограничивает свободную волю человека. Так, унаследовав плохую карму, человек лишается шанса на хорошую жизнь и становится марионеткой в руках закона воздаяния. Однако Бог творит человека свободным, предоставляя ему право выбора между добром и злом, а также возможность уподобиться ему через добродетельную жизнь, духовный подвиг. Закон кармы и реинкарнации как бы оправдывает масштабное убийство людей, когда за счет войн и кровопролития предполагается погасить кармическую задолженность прошлых жизней людей. К примеру, в теософии убийство является лучшей помощью людям, так как в новых телах они будут иметь больше возможностей до своего роста. Тем не менее, всякое кровопролитие рассматривается Библией как тягчайшее преступление против божественной боли. Оно явилось первым выражением грехопадения, став причиной первой смерти человека. В Новом Завете Господом запрещается любая форма лишения человека жизни, не только физическое убийство, но и духовное. Концепция кармы и реинкарнации вступает в противоречие с важнейшей вероучительной истиной, догматами воскресения, вознесения Христа Спасителя. Идея метемпсихоза не может быть согласована с догматом воскресения, ибо в таком случае Христу не было бы необходимости воскресать. Через некоторое время он мог бы просто воплотиться в другом теле. Американский учитель тибетского буддизма Майкл Роуч всю жизнь занимается исследованием понятия кармы. «Можно сказать, что если я хочу съесть пончик, мне нужно помочь кому-то другому съесть пончик первым», приводит Роуч, пример отношений двух кармических партнеров в своей книге «Карма любви. 100 ответов на вопросы об отношениях». Будучи студентом Принстонского университета, Майкл потерял родителей и брата в один день. Он посвятился в сан буддийского монаха и после 25 лет обучения в монастыре получил степень, которая в обывательском понимании звучит как доктор философских наук. Роуч прошел через невероятное количество обрядов и практик, среди них, к примеру, три года молчания в пустыне Аризоны. Однажды его учитель поручил ему основать бизнес на Манхэттене, используя принципы алмазного ограничика, чтобы помочь тибетским беженцам. В итоге Майкл основал компанию «Годовой оборот», который составлял 100 миллионов долларов уже буквально через 10 лет. Он отдал нужную сумму на благотворительность, ушел из компании и написал книгу о своем опыте. Так появилась самая известная книга Майкла Роуча «Алмазный огранщик», а позже «Карма любви». Если бы эта книга была песней, то, вероятнее всего, это был бы трек Джастина Тимберлейка Ведь вкратце она о том, что мы имеем ровно то, что сделали сами по отношению к другим людям. Роуч отвечает на 100 главных вопросов о различных аспектах отношений в нашей жизни. И не просто отвечает, а непосредственно историями из жизни пар, которые он консультировал, а также духовными практиками, которые можно попробовать. Для него слово «карма» связано с тем, что то, что мы говорим, думаем и делаем, оказывает влияние на других. Майкл уверен, что, обратив больше внимания на этот процесс, мы можем изменить свою жизнь и преобразовать наши отношения с другими. Ведь даже сам Будда достиг просветления только с помощью телотамы, женщины, которая спустилась, чтобы воссоединиться с ним по велению наивысших существ Вселенной. На протяжении всей книги Роуч называет каждодневное применение кармических принципов посадкой семян, потому что своими словами и поступками мы создаем тот вид реальности, в которой хотим жить. Возможно, вообще абсолютно все, если ты знаешь, как работает карма, убеждает нас Роуч на каждой странице своей книги. Он уверен, что наша жизнь – это зеркало, а проблемы, которые существуют у нас сегодня – прямое отражение того, как мы вели себя в жизни последние несколько недель и месяцев. Еще один американец, который посвятил свою жизнь изучению причинно-следственных законов бытия – Нил Уэлш. В 80-х будущий автор серии бестселлеров «Беседы с Богом» работал на радиостанции директором программ, был редактором газет, а также занимался маркетингом и связями с общественностью. Но в начале 90-х вся его жизнь стала напоминать страшный сон. Масштабный пожар уничтожил все его имущество, от автора ушла жена, а сам Уэлш попал в автомобильную аварию, в результате которой получил очень серьезную травму шеи, от которой большинство людей в принципе умирают или навсегда остаются парализованными. Он долго восстанавливался, а после восстановления остался в полном одиночестве и совсем без работы. Некоторое время он даже вынужден был жить в палатке, собирая алюминиевые банки, чтобы хоть как-то заработать на еду. В то время он думал, что его жизнь подошла к концу. Именно тогда Уэлш решил откровенно поговорить с Богом и написал творцу гневное письмо, сказалось бы, риторическим вопросом. «Господи, за что на мою судьбу выпали такие безумные испытания? Что я сделал, чтобы заслужить такую бесконечно утомительную жизнь? Пожалуйста, объясни правила. Я хочу играть в эту игру, но кто-то должен мне объяснить правила». И Бог ответил ему. В интервью Уэлш рассказывал, что в один прекрасный день, в феврале 92-го года, он впервые услышал голос Бога. Бог сказал, «Нил, ты действительно хочешь ответов на эти вопросы? Или ты просто хочешь выместить свой гнев? Потому что если ты действительно хочешь знать больше, я могу дать тебе ответы на эти вопросы». Сначала Уэлш подумал, что он сошел с ума, но тут же его охватило чувство абсолютного внутреннего спокойствия. Нил Уэлш почувствовал, что происходит что-то великое. Он сел и начал записывать ответы на те вопросы, которые только что в сердцах задавал сам себе. Со временем тот самый божественный голос начал звучать, как голос его собственных мыслей. В течение следующих трех месяцев, почти каждую ночь, несколько часов подряд, Нил записывал свои вопросы и ответы, которые получал от высшей силы. Ответы были ясными, мощными и не оставляли сомнений. Так, борясь с мыслями о самоубийстве, у Уэлша неожиданно появилась серия книг «Беседы с Богом», по которой в 2006 году даже был снят одноименный фильм режиссера Стивена Дойча. «Ты правда хочешь знать ответы на вопросы, которые задаешь, или просто выпускаешь пар? С ума схожу». «Я знаю, что ты думаешь. Я говорю со всеми. Постоянно. Их собственным голосом. Вопрос в том, кто слушает». Уэллш утверждает, что вся жизнь вечно, а смерть – великая иллюзия. Нет ни суда, ни наказания, ни ада, потому что нет причины для всего этого. Нет греха. После смерти человек переходит на другой уровень существования, чтобы продолжить эволюцию человеческой души. Нет правильного способа жить или одного способа приблизиться к Богу. Их много, и все они одинаково действенны. Верить в то, что у вас не может быть чего-то, это то же самое, что отказываться от этого, потому что это приводит к такому же результату. Каждый из нас порожден либо любовью, либо страхом. Это великая полярность и первоначальное двойственное начало. Все мысли, идеи, понятия, понимания, решения, выборы и действия основаны на одном из них. И в конце концов остается только одно. Либо любовь, либо страх. А выбираешь ты. Я могу сказать, что обе эти книжки были мною прочитаны буквально недавно, в такой довольно сложный период в моей жизни. До этого я весьма скептически относилась к подобной литературе, вообще никогда не уделяла ей внимания, хотя моя 20-летняя дочь знакома с произведениями Нила Уэлша и Майкла Роуча уже очень давно и неоднократно мне говорила «Мама, прочти, это довольно любопытно». Но как-то я вот не люблю, я не испытываю доверия ко всем этим непонятным людям, они мне слегка такие все садгуру, чуть-чуть шарлатаны. Хотя это довольно занимательно иногда прочитать, потому что кажется, что тут очень простыми словами рассказывать тебе о том, что ты как бы и так знаешь. Ну, просто такой конспектик. Но удивительная вещь со мной случилась, я прочитала Нила Уэлша и вот эта вот история про выбор между страхом и любовью, ну, что-то во мне кардинальным образом поменяло. И я действительно поняла, что это работает, что как только ты выбираешь страх, у тебя все разваливается, перестает получаться. Как только ты выбираешь делать и делать с любовью, делать с какой-то самоотдачей, у тебя вдруг начинают открываться все двери. То же самое было с Майклом Роучем. У меня даже была такая забавная история, у меня были там определенные проблемы, и я не могла покинуть место одно. Это не тюрьма. Нет, в тюрьме я еще не была, слава богу. Я оказалась в определенном, довольно замкнутом, как для меня, пространстве. Я человек очень свободный, мне постоянно нужна свобода передвижения. И вот я в полном одиночестве. Тут мне попадает книжка Майкла Роуча, причем тоже вот кто-то мне вот случайно опять же о ней напоминает. И я прочитала этого алмазного огранщика, и вот эта история о том, что если вот условно тебе нужно движение, дай это движение кому-то еще. И вот сижу я, когда выйду, я не понимаю, потому что каждый день все откладывается. Вот говорят завтра, завтра, послезавтра и так далее. Ничего не происходит. И тут я выезжаю на машине, прокатиться там вокруг этого места, и еду и смотрю, идут люди. Прям вот понятно, что идут они довольно долго, и что им необходим транспорт. Я бы в жизни раньше не остановилась. Ну непонятно, какие люди, там еще мужчина, значит, среди них. Я бы в жизни не остановилась. А тут я вдруг вспоминаю слова Майкла Роуча, если вам что-то нужно, значит, дайте это другим. Я останавливаю машину. Эти люди мне безмерно благодарны. Они говорят, вы просто нас спасли. Я отвезла их туда, куда им было нужно, у них была сложная ситуация, и вы не представляете, не успеваю я доехать назад. И в этот момент мне прилетает уже уведомление о том, что я могу выезжать. Это было фантастически. В это можно верить, не верить, но каким-то образом это работает. Поэтому если у вас эти книжки где-то там под рукой, то я вам очень рекомендую их почитать, а хотя бы для общего развития, потому что иногда нам вот нужен какой-то внутренний голос, который вот подтолкнет нас. Последние годы все большую популярность приобретают все виды гадания, астрологии, нумерологии и другие псевдонауки. Не стану скрывать, я и сама не раз испытывала судьбу и пыталась заглянуть в будущее. Например, однажды, будучи совсем молодой, буквально накануне свадьбы, мне было лет 19, моя подруга затянула меня к гадалке. Ну, вроде как по приколу, давай сходим, поржем. Тогда я впервые столкнулась с картами Таро. Тогда гадалка сказала мне, что в браке я проживу всего 4 года. Представляете, услышать такое накануне свадьбы. Конечно, я пыталась избавиться от этих мыслей, но они так или иначе преследовали меня, и когда я развелась с мужем, я снова вспомнила ее слова. Ведь расстались мы, прожив ровно 4 года. Говорят, ты можешь запрограммировать себя на любое событие, темы опасной гадалки. Я все-таки уверена в том, что существует способ увидеть некий абрис будущего и, возможно, предсказать определенные события. Но если у вас неустойчивая психика, то я вам крайне не рекомендую обращаться к современным пифиям. Известно, что Кристиан Диор, человек с мировой славой, дизайнер, страшно любил ходить к гадалкам и очень верил предсказаниям Таро. Недавно, кстати, на стриминге Apple вышел потрясающий сериал New Look про военный и послевоенный период в жизни Диора и Коко Шанель. Сериал я рекомендую к просмотру буквально всем, даже тем, кто совсем не интересуется модой, потому что он не о моде вовсе, а о том, как желание выжить может стать причиной для самых ужасных поступков, цена за которые будет настолько высока, что даже смерть в некоторых случаях покажется облегчением. Коко Шанель была удивительным человеком, настоящим персонажем, Анфан Трибль своего времени, создав аромат номер пять, она завоевала Францию, а ее собственный стиль, манера говорить, курить стали поистине легендарными. Но во время оккупации Франции Шанель влюбилась в одного из нацистов и по его просьбе начала сотрудничать с немцами. Она очень хотела отобрать у своих партнеров, братья Вертхаймеров, евреев, которые бежали тогда в Америку, их совместный бизнес. Ну, там очень плохие были условия, она получала всего 10%, поэтому, в принципе, это было довольно объяснимо. Шанель была поручена убедить Черчилля, с которым у нее были хорошие отношения, заключить сделку с Гитлером и объединиться против союзников. Но миссия провалилась, а по окончании войны Шанель пришлось скрываться в Швейцарии, потому что у нее были все шансы сесть всерьез и надолго за коллаборационизм. Но спустя 8 лет после изгнания эта бравая старушка, отработав карму, возвращается в Париж и на подиумы, и несмотря на чудовищность своих прошлых поступков, она останется в истории моды как та, что освободила женщин и сняла с них корсеты, предложив им удобную одежду. А ее духи по-прежнему продаются во всех точках мира. И я лично знаю женщин, которые, имея возможность покупать любую нишевую парфюмерию с самого высокого качества, до сих пор отдают предпочтение Шанель номер 5. Карма, или то, что принято ею называть, существует не только на страницах книг, но незыблемо сопровождает каждого из нас в каждом аспекте жизни. Просто часто мы выбираем называть ее с течением обстоятельств либо совпадением. Например, история бездомного из штата Миссури по имени Билли Рэй Хэррис, появившаяся несколько лет назад во многих СМИ, растрогала миллионы людей по всему миру. Билли, как обычно, сидел со своим стаканчиком, просил милостыню. Вдруг обнаружил, что какая-то женщина вместо монетки бросила ему обручальное кольцо с глянтами. Он понял, что вещь попала к нему по ошибке и решил ее вернуть. В течение следующей недели ему помогли починить велосипед, он получил крышу над головой и около 100 тысяч долларов пожертвований. А спустя несколько месяцев ему удалось воссоединиться с семьей. «Вот что происходит, когда возвращаешь то, что тебе не принадлежит», скромно говорил Билли. Хватает примеров и среди публичных людей. 13 августа 1966 года в ответ на заявление Джона Леннона, что Битлз были популярнее Иисуса, радиостанция «Клюм» в штате Техас организовала массовое сожжение записей и атрибутики группы. А уже на следующий день, 14 августа 1966 года, молния ударила в башню радиовещания той же станции, при этом разрушив все оборудование и оставив директора лежащим на полу без сознания. Пожалуй, у Битлов были фанаты где-то там, наверху. В кино тоже существует понятие дурной кармы. Нехорошая карма преследовала всех исполнителей роли Супермена. Актеров преследовали нищета, мучительные смерти, разрушенные карьеры. Существует легенда, что все несчастья, связанные со знаменитым героем, связаны с тем, что франшизу прокляли ее создатели. Художники Джерри Сигел и Джордж Шустер за публикацию комикса Супермен и авторские права на него получили жалкие 130 долларов. Потом они много лет судили с DC-комикс, которым герой приносил миллионы. Авторы проиграли все суды, не сумев вернуть права на персонажа. Со временем Шустер стал так плохо видеть, что перестал рисовать и начал работать доставщиком. Авторы легендарного комикса умерли в нищете, так и не добившись справедливости. Через пять лет после комикса вышел первый фильм о Супермене, который дал начало нескончаемым экранизациям. Но жизни многих актеров, сыгравших культового героя, закончились трагически. Самым первым экраном Суперменом стал американский актер Кирк Эллен, сыгравший супергероя в сериалах 48-50-х годов. Эта роль стала самой яркой в его карьере. Что до нее, что после, актер появлялся лишь в эпизодах, а его имя даже не указывало в титрах. После Супермена карьера актера пошла на спад, поскольку все видели в нем только одного персонажа. О своих бедах Эллен рассказывал в автобиографии «Работа для Супермена». Семейная жизнь актера не сложилась, и остаток жизни он провел мучаясь от депрессии и болезни Альцгеймера, забытой в пустынях Аризоны. Заложником одной роли стал и следующий актер, который играл Супермена. Джордж Ривз. Сериал «Приключения Супермена» снимался с 51-го по 58-й год. Это была не только самая популярная, но и последняя роль актера. 16 июня 59-го года, за несколько дней до свадьбы, его нашли мертвым от огнестрельного ранения у себя дома. Столик, который лежал рядом с телом, указывал на самоубийство, однако на оружии не нашли его отпечатки пальцев. В стенах спальни нашли дырки от трех пуль. Траектория входного и выходного отверстия пули, убившей Ривза, не совпадала с дыркой в потолке, и при этом пустую гильзу нашли под телом актера. Но он был обнажен, и на его коже не осталось ожога от горячей гильзы. Это породило множество теорий об убийстве. Много лет спустя об этом был снят фильм «Смерть Супермена», где его роль исполнил Бен Аффли. Наверное, самый популярный Супермен в кино актер Кристофер Рив, снявшийся в четырех фильмах, после съемок последнего, как и его предшественники, оказался неудел. Его новые роли не имели популярности, однако Риву было чем заняться и без съемок. Он играл в театре, занимался спортом. Дважды в одиночку перелетал в Атлантику на маленьком самолете. Был опытным наездником, аквалангистом, яхтсменом. Все это перечеркнуло падение с лошади, в результате которого актер получил серьезнейшую травму и остался парализованным до конца жизни. Однако Рив, который не мог самостоятельно дышать и говорить, оказался Суперменом не только на экране. Несмотря на травму, он продолжал участвовать в общественной деятельности и совместно с женой открыл реабилитационный центр, чтобы помогать парализованным. Рив скончался в 2004 году в возрасте 52 лет. Фильм Стэнли Кубрика «Сияние» нагоняет уже сам по себе. Но еще более жутким его делает то, что после съемок актриса Шелли Дювай сошла с ума. Но мистики в этом мало. Виноват оказался сам Кубрик. Он доводил Джека Николсона до белого коленя тем, что снимал по 30-40, а то и по 100 дублей каждой сцены. Одну только сцену, где герой заходит в бар и сталкивается там с толпой призраков, репетировали 6 недель и снимали до всеобщего иступления. А у актрисы Шелли Дювай, игравшую жену героя, на съемках от стресса начали просто выпадать волосы. У Кубрика была идея, что актера надо полностью вывести из себя десятками дублей, чтобы он забыл про то, что он актер и выдал то, чего от него не ожидают. Ни режиссер, ни зрители, ни он сам. Сцену с бейсбольной битой режиссер Стэнли Кубри заставлял актрису играть 127 раз, что привело к ее нервному истощению. Не трогай меня! Я не собираюсь трогать тебя. Не подходи ко мне! Не подходи! Из-за тяжелой работы Дюваль плакала по 12 часов в день и страдала от обезвоживания. Кроме этого, актриса не знала о сцене, в которой Николсон будет пытаться попасть в комнату, размахивая топором, что привело ее в дичайший испуг. В конце съемок Дюваль даже подарила режиссеру локон своих валов, которые выпали во время нервного 56-недельного съемочного процесса. После съемок Дюваль долгое время страдала от психического расстройства и жила в психлечебнице. Трудно назвать хотя бы один крупный кинопроект, съемки которого прошли бы на 100% как задумано. Но есть категория фильмов с плохой судьбой, съемки которых сопровождались такими странными вещами, что они вошли в историю как проклятые. Кинематографисты, как люди творческие, не лишены суеверии, склонны видеть в хаосе определенные закономерности. Изгоняющий дьявола по праву считается одним из самых жутких фильмов на свете. Пугает он не только своим сюжетом, но и историей создания. Известно, что в ходе съемок картины происходило множество пугающих инцидентов. Так, большая часть декорации была уничтожена в результате сильного пожара. Кроме того, перед самой премьерой изгоняющего дьявола католический крест, который использовался в фильме, ударила молния. Продюсеры были настолько сбиты с толку всем происходящим, что даже наняли священника, чтобы тот осветил всю съемочную команду. Увы, это не помогло. Во время работы над картиной в разное время погибло девять человек. Актеры по возможности отказываются от дурных ролей, ролей убийц, всякой нечисти. Стараются не соглашаться играть смерть. Хотя, такие роли это всегда очень выигрышно, потому что сыграть злодея это значит запомниться зрителям. Считают, что сыгранное может изменить судьбу и этим можно заработать себе плохую карму. А хуже всего ложиться в гроб на съемках. Чаще всего актеры отказываются либо запрашивают двойной гонорар. Среди актеров существует верная примета, что если предстоит съемка, в которой необходимо дима лечь в гроб, нужно положить себе под голову бутылку водки. После этого следует отдать ее своим коллегам для того, чтобы они выпили за здоровье. Самому из этой бутылки пить нельзя. Есть еще один метод. Нужно договориться с режиссером, чтобы после команды стоп снято, не выключали камеру. Считается, что если умерший актер успеет посмотреть в объектив и улыбнуться и показать язык, с ним ничего плохого не случится. Если бы улыбка и высунутый язык могли легко спасти от всех невзгод, жить было бы гораздо легче. Всем нам известен феномен клуба 27. Он стал одним из самых трагических и мистических совпадений в истории музыки. Поклонники культовых исполнителей стали массово замечать странное совпадение. Их кумиры погибали в 27. Первым стал Роберт Джонсон, один из популярнейших блюз-музыкантов прошлого века. Трагический погиб в 1938 году. Его застрелил супруг любовницы. Потом умирает лучший в мире гитарист Джимми Хендрикс, который захлебнулся собственной рвотой от передозировки запрещенкой. о таинственном клубе 27. Совсем скоро после Хендрикса уходит без жизни моя любимая певица Дженнис Джоплин. А следом за ней в Париже скончался от сердечного приступа лидер группы The Doors Джим Моррисон. Все они умерли в течение 10 месяцев в возрасте 27 лет. А также в 27 наложил на себя руки Курт Кобейн, фронтмен группы Нирвана. Он выстрелил себе в рот из ружья. Далее членство в клубе продолжил Брайан Джонс, основатель группы The Rolling Stones по официальной версии он утонул в собственном бассейне. И, наконец, в 2011 году от сердечного приступа или от передозировки умирает просто потрясающая певица Эйми Уайнхаус. Биограф Курта Кобейна Чарльз Кросс писал, хотя люди умирают всегда и при любом возрасте, количество музыкантов, которые умирают 27, действительно значительно увеличивается. Тем не менее, в 2011 году исследователи из Австралийского университета технологии попытались подвергнуть сомнению феномен клуба 27 на основе проведенного статистического анализа, изучив сведения о смертях, не только великих или значимых для рок-истории музыкантов, но и всех, кому удалось попасть на вершину британского хип-парада в период с 1956 по 2007 год. Они установили, что музыканты умирают в возрасте 27 лет не чаще, чем в любом другом. Хотя, в целом, музыканты умирают раньше обычных людей, часто не доживая до 40 лет. В буддизме существует пять принципов, которые транслировал Далай-Лама XIV. Страдания. Страдания – это путь к развитию. От боли никто не застрахован. Неспособность контролировать свои желания вызывает депрессию и отчаяние. Если вы способны их взять под свой полный контроль, вы обратите боль в ресурс. Ответственность. Все, что вы делаете, думаете и чувствуете, исключительно плоды ваших желаний и усилий. Нет ни высших сил, ни провидения, которые могли бы определить вашу судьбу. Только вы ответственны за то, как сложится ваша жизнь. Адепты буддизма уверены, что наивысшая цель человека, решившего так или иначе связать свою жизнь с этим учением, достичь просветления. И первый шаг на пути к конечной точке – научиться отвечать за свой поступок. Третье – изменчивость жизни. Жизненная энергия не статична. Тот, кто совершает попытки ухватиться за ту или иную форму, какой бы красивой она ни была, обречен на страдания. Только беспристрастность и умение наблюдать помогут приверженцу буддистского учения с равным спокойствием принимать любые перемены, будто те являются лишь маленькими частичками гигантской мозаики. Четвертое – не существует отдельного «я». Буддистский закон изменения относится и к отдельному «я». Человек подвержен перманентной трансформации. Происходит она в тесной связке со всеми вселенскими процессами. Иными словами, существовать самому по себе не получится. Так что в корне неправильно было бы верить в отдельное «я» и его эгоистичные желания. Ведь это не принесет ничего, кроме разочарований. И пятое – любовь. Буддисты верят, что существует четыре элемента любви, делающих ее истиной. Доброжелательность позволяет вам быть терпимым близким, сострадание, понимать переживания и боль партнера, спокойствие, избегать ненужных конфликтов, а радость, которая приносит вам ваши чувства, сбережет душевное единство на долгие годы. Культивируйте в себе энергию любви. Вот единственно верный рецепт счастья и доброй кармы. Субтитры создавал DimaTorzok